Как гласит известная поговорка, от тюрьмы до от сумы не зарекайся. Причем совершенно не важно, виноваты ли вы в чем-нибудь или нет. Пострадавших, причем еще более сурово, вплоть до смертной казни, в истории человечества немало, начиная с самых древних времен. Об одном из примеров подобного развития событий, слава богу, утративших свою суровость со временем, мы с вами и поговорим сегодня. Совсем недавно Вильнюсская окружная прокуратура приняла постановление о прекращении досудебного расследования, направленного на выявление признаков незаконной финансовой деятельности в работе, созданных Анатолием Юницким на территории Литвы организацией. Решением органа исполнительной власти признано, что никаких данных, подтверждающих подозрения в недобросовестности действий руководства фирм, намеревавшихся создать демонстрационно-сертификационный центр струнного транспорта на территории Литвы, в ходе расследования собрано не было. Сняты все примененные временные ограничения прав собственности на денежные средства, находящиеся на счетах данных организаций, ценные бумаги и другое имущество. Об уроках данного события наш сегодняшний репортаж. И эпиграфом к нему можно использовать известные высказывания Феликса Эдмундовича Дзержинского. То, что у вас нет судимости, не ваша заслуга. Это наша недоработка. Заявление, когда я получал видное жительство, я там писал цели приезда. Для того, чтобы реализовать струнные дороги, сделать тестовые участки, сертифицироваться, выйти на мировой рынок и поднять экономику Литвы за 10 лет в 5 раз. Когда мы искали участок земли, то у нас разные варианты были. И наиболее интересный вариант был, это мэрия Шауля предложила, там свободная экономическая зона. Есть свободная экономическая зона, нам предложили там 40 гектаров. Ну, естественно, мы согласились, заплатили аванс за землю, где-то миллион лит. Это тогда было 400 тысяч евро. Городские власти своим решением выделили нам землю. Был снят офис в университете в Вильнюсском, 700 квадратовый этаж. Были набраны работники, в том числе проектировщики, конструкторы. Было оснащено все техникой, компьютерами, программами. Пресс хорошо писал о нас, телевидение хорошо говорило. О, как инновации, замечательно, супер, Литва впереди, планеты всей будет. Российский ученый утверждает, что создали пояс будущего, который сможет перевозить пассажиров из Вильнюса в Каунас за 15 минут. Для разработки технологии потребовалось 37 лет. Через три года в Литве будет построен сертификационный участок для грузовых, пассажирских и высокоскоростных транспортировок. Другу в один момент все раз и изменилось. Вышли серии статей. Статьи даже под такими заголовками, что Международный мошенник облапошил мэр Ившу Уляя, Строитель пирамид, Мавроди, МММ, Жулик, Мошенник, проб негде ставить, Посадить, расстрелять, отнять, выгнать. И комментарии, тысячи комментариев такого же рода. Подобные издания широкого потребления, как правило, имеющие либеральную направленность, обыкновенно подают информацию по следующей схеме. Редакция узнала, решили разобраться. То, что мы узнали, вызвало шок. Эксперты комментируют скандал, интриги, разоблачения. И обязательно, куда смотрит правительство в комментариях. Самое главное здесь вызвать интерес как можно большего круга читателей. Чем горячее будет материал, тем лучше. Этим определяется присущий большей части непрофильных, либеральных средств массовой информации взгляд на вещи, скептический и поверхностный. Несмотря на описанный алгоритм работы подобных изданий, не следует забывать латинскую поговорку. «Is facet cui prodest», то есть сделал тот, кому это выгодно. Ну, то есть за каждым подобным изданием стоит либо хозяин, либо кто-то, от кого оно зависит по тем или иным причинам. В это время в Литве и в других припалитетских странах активно работал «Сименс» с проектом высокоскоростной железной дороги, который соединил бы все столицы припалитетских республик. Цена вопроса 20 миллиардов евро. И тут мы объявились, я стал ходить в правительство, в Министерство транспорта предлагать свои решения. В том числе я говорил о том, что этот проект мы бы сделали за 2 миллиарда евро. И, естественно, тут глаз народа получается. Власти как-то должны реагировать. Тем более есть анализ спецслужб. И вдруг Национальный банк арестовывает наши счета. Абсолютно незаконно. Под предлогом, что возможно денежные средства добыты преступным путем. Хотя в банке были все документы, откуда деньги, их происхождение, источники, договора, по которым они... Все это было. И вдруг премьер-министр Литвы приезжает, чтобы заставить однопартийцев, городскую власть, депутатов проголосовать за то, чтобы отнять землю. И землю у нас отняли. Значит, за нами стали следить. Образно говоря, из кустов выскакивать это все было. Арестовали все компьютеры. И когда я прокрутировался с адвокатами, ну, знающие ситуацию, да, и они мне сказали, если не хочешь, чтобы нашли наркотики в карманах и патроны под подушкой, выезжайте из страны. И тогда мы посоветовали с женой, сели на машину, все оставили и выехали из страны. Поэтому меня не арестовали, и я смог работать в Беларуси. И приехал фактически один, все отняли. Это было два с половиной года назад. И видно, что мы сделали за эти два с половиной года. Но я хотел это сделать людям. Безусловно, нужно отдать должное белорусским властям, которые не поддались ни на действия соседнего государства, ни на выпады в адрес Skyway со стороны местных средств массовой информации. Во многом благодаря этому на территории республики быстрыми темпами развивается уникальный проект, обладающий огромным научным, технологическим и инвестиционным потенциалом уже создавшие свыше 300 высококвалифицированных рабочих мест. Власти же Литвы, поддавшиеся наветам людей, отстаивающих свои мелкие интересы, а также измышлениям гонящихся за скандалом журналистов, теперь могут только сожалеть о том, что потеряли. Тон публикации в этой стране меняется. Юнистский уже не шпион, а русский ученый. Появились даже нотки сожаления, что экотехнопарк не был построен в Шауляи. Вероятно, так и должно было случиться. Благодаря этому демонстрационно-сертификационный центр Skyway, или экотехнопарк, строится на родине Юнистского, в республике Беларусь. Ну, а жизнь в Литве, наверное, и так хороша. Зачем там всякие инновации, инвестиции? Редактор субтитров А.Семкин